Добрый день дорогие друзья! С вами Зидыч и сегодня настало время поговорить о самой интересной машине патча 1.61 И разумеется это штурмпанцер 4 Брумбер И хороша она тем, что позволяет раскрыть весь ваш арийский потенциал Благодаря довольно сложной пушке, которую кстати разработала Шкода Специально для данной машины, созданной на базе Панцер 4 Но чтобы освоить этот чудовищный агрегат, вам нужно внимательно внять моим советам Эта машина не подчиняется слабакам и для начала нужно разбудить в себе зверя Как видите я начал с мелких разрушений Поверьте, это очень важно Далее мы видим захват точки противником Это отличная возможность проявить себя Делаем выстрел, не важно попадем мы или нет Главное показать противнику, что мы уже близко Он должен бояться и понимать, что смерть неизбежна Древнее зло, которое выпускалось с 43 года по 45 И было выпущено в количестве 430 штук уже близко И его не остановить Первые противники могут показать себя не слишком уверенно Потому что они уже психологически скованы Это все благодаря тому, что вы их напугали тем самым выстрелом Да друзья, когда рядом с вами разрывается такой огромный снаряд Весом 38 килограммов не грех испугаться В итоге дойдет до того, что вы будете просто давить авторитетом И противник в испуге будет сжаться на точках Лишь бы не встречаться с вами Как это делает вражеская зенитка Но мы то знаем, что ей уже ничего не поможет Ведь мы на ворчуне Ой, прошу прощения Просто играя на этой адской колеснице Просыпается какая-то необъяснимая жажда крови Доходит до того, что вы начинаете чувствовать противника прямо за забором И правильно кидать снаряды И не важно, что он тоже вас уничтожил Главное то, что вы пробудили арийское шестое чувство Но когда вы дойдете до кульминации Познавая штурм панцира 4 брумбер Вы будете действительно шокированы Возможностями и потенциалом машины Когда практически на ходу не целись Сможете уничтожать противника Вроде этого Су-85 Кстати, за этот выстрел ставим лайк Так вот Это все, конечно, хорошо Но пора поговорить чуть более конкретно О машине, как на ней целиться и так далее Честно говоря, я все делаю на глаз Но вообще есть риска Слева внизу, видите, да? На протяжении как бы всего пути Пока риска идет вниз Отметки на 400-800 метров и так далее То есть именно по ним можно определять Насколько брать упреждения по противнику Но все равно, даже несмотря на то, что вы четко Навелись на противника Снаряд может немножечко уходить в сторону И, соответственно, все равно не попадет Поэтому нужно минимизировать как раз Такие разбросы и подходить ближе И в целом исторически брумбер Прежде всего использовался в городских условиях Но есть еще, конечно же, проблема Определения расстояния до противника Поэтому, еще раз говорю, лучше подходите ближе Потому что здесь уже риск вам помогает Примерное расстояние вы сможете определить Если противник неподалеку от вас И, соответственно, вы точно сможете попасть 200 метров или ближе Это отличное расстояние для того, чтобы Четко зарядить противнику в щи Если дистанции будут 400 метров или же больше То никакого прицельного огня быть не может Я имею в виду в конкретное место Потому что все равно снаряд будет немножко отклоняться Соответственно, под башню не закинуть Могут быть вот такие неприятные ситуации Как вы сейчас видите на экране Просто фугас взял И ничего не сделал вражеской 34-ке И вот на этот случай есть очень хорошие Кумулятивы с бронепробитием 250 миллиметров И поверьте, они хороши не только против 34-ок Но об этом немножко позднее Говоря о нашей 150-ти миллиметровой пушке Должен заметить, что ее перезарядка 22 с лишним секунды Но если у вас полностью прокачан экипаж То перезарядка будет 17,2 секунды Но проблема в том, что все-таки мы являемся САО То есть у нас нет возможности быстро развернуться на противника И дать ему вщи У нас нет башни Поэтому нужно это учитывать И, соответственно, лучше всего быть танком поддержки А не ехать танковать, как я это делал вот буквально в этих эпизодах Но это и так понятно Что нужно ехать за спиной союзника Которого фокусят А вы из-за его спины наваливаете в ответ к противникам И причем ваншотите, собирая фраги Проблема в том, что вы никогда не увидите максимальной скорости Ворчуна У него максималка 40 км в час И, видимо, ее можно увидеть лишь, когда вы скатываетесь с горки И проблема еще в том, что, как вы знаете, корпус от Панцера 4 И, соответственно, не хватает маневренности Вот реально не успеваешь У меня не раз были ситуации, когда миллиметра не хватало, чтобы развернуться влево или вправо И сделать жизненно важный выстрел Как вы понимаете, в реалистичном режиме у Ворчуна есть ряд сложностей И, соответственно, вы не сможете сразу на нем нагибать Это техника, которую нужно понять и простить И в целом, все равно, несмотря на сложности, на ней играть приятно и интересно Но единственная проблема в том, что все-таки это прем И не каждый сможет на ней понагибать Хотя есть мысли, что все-таки появятся и другие модификации этой машины Причем будут они в основной ветке, не в виде према И вы тоже сможете на них покататься, если у вас нет возможности задонатить А пока что можно получать просто незабываемое ощущение Когда ваш фугас пролетает 300 или 500 метров Попадая в противника и разрывая его Вы понимаете, что взяли правильное упреждение Вот в этом как раз весь кайф То, что вы, несмотря на сложности, делаете правильные четкие выстрелы Но если выстрелы летят по вам, хочу вас обрадовать Потому что рука имеет 100 миллиметров брони А учитывая ее углы наклона, там будет с приведенкой где-то под 140 И поэтому, учитывая боевой рейтинг 5-0 в реалистичном режиме Вас не так-то просто и пробить Не, ну понятное дело, что пробивать будут Но если сделать какие-то ромбования То, в принципе, могут быть и рикошеты Понятное дело, что под прямым углом Какая-нибудь 34К85 пробьет выступоголовым снарядом И скорее всего сразу отправит в ангар Но такое бывает не всегда Есть возможность реабилитироваться Бывали моменты, когда я танковал до 7 снарядов Но если вам не нужны все эти сложности, заморочки Есть шикарная возможность применить ворчуна В аркадном режиме, где есть светофор Который позволит вам раскрыть весь потенциал этой машины Не особо напрягаясь Просто по крестику наваливаем фугасами, кумулятивами, неважно И ваншоте противников, которые даже не понимают, что с ними произошло Но самое любопытное то, что там также добавляются и другие элементы А именно мощность двигателя на 50% В принципе и повороты корпуса ускоряются И играть на ней гораздо-гораздо легче и приятней Ну и честно говоря, фармить на ней гораздо проще в аркаде Ну а я для себя, конечно, хотел выбрать более сложный путь Поэтому играл в основном в реалистичном режиме Но и этого мне было мало Оказалось, что я хочу чего-то большего Поэтому пошел в бои против пятых рангов Решил сделать такой челлендж на ворчуне И знаете что? Это еще более интересная задачка Если вам интересно, в принципе, посмотреть какой-нибудь полный бой Где я сражался против пятых рангов Тогда попрошу, ну не знаю, 3000 лайков Давайте сторгуемся на трешечке Да, договоримся на трешечку И будет вам полное видео, где я нагибаю пятые ранги А пока что вот такая найти вставка, тизер И, соответственно, в дальнейшем покажу вам полный бой На этом все, дорогие друзья Надеюсь, вам было интересно Подписывайтесь на канал Ставьте много пальцев вверх И, соответственно, если вам нужны бесплатные орлы Ссылочка на мобильное предложение в описании под видео Всего вам самого лучшего Арийского скилла Субтитры сделал DimaTorzok